Каждого пятого усыновленного или взятого под опеку ребенка возвращают в детский дом. Такую страшную статистику озвучили в Министерстве образования. Почему в Казахстане появляются двойные сироты и как этого избежать, выясняла Людмила Батюшкина. Гульмира опекун, у нее своих двое детей и с 8-месячного возраста она воспитывает дочь своего брата, жившего в другом городе. После смерти папы мама от ребенка отказалась. Сейчас девочке 15 лет и лишь год назад Гульмира решилась сказать ей правду. Та заплакала и спросила, почему не Гульмира ее мама. Для женщины это самая высокая оценка. Быть родителем чужому ребенку это двойная ответственность, считает она. В отношении и в общении с собственными детьми, как правило, мы не придерживаемся никаких границ. Мы можем, если посчитаем где-то быть резче, жестче, а по отношению к этому ребенку этого никогда нельзя допускать, потому что есть момент тот в будущем, когда этот ребенок об этом узнает. У меня своих двое детей, я беру этого ребенка. Я точно знаю, что все, что мы делаем в жизни, оно нам потом возвращается. Но с такой ответственностью справляются не все. По официальным данным, 20% детей, переданных в семьи на усыновление под опеку или патронат, возвращают в детские дома. В Карагандинской области за два года в детдома вернули 11 детей, из них 4 из других регионов. Как правило, это подростки от 12 до 15 лет. Для них потерять родителей дважды – огромный стресс. В детдомах к ним особое внимание всех сотрудников. Возвраты бывают из-за смерти или тяжелой болезни опекунов. Несовместимости характеров. Но чаще всего, говорят психологи, приемные родители оказываются не готовы. Плохо представляют себе, что такое ребенок из учреждения. Не готовы рассказать ему о том, что он не родной. А ребенок имеет право это знать. Бывают случаи, когда ребенок живет в семье 16 лет и после этого его возвращают. Самые частые объяснения родителей – ребенок издевается над ними, не понимает, специально злит их, его поведение их пугает, нет больше сил с ним бороться, устали. Ребенок подрастает, начинаются возрастные кризисы, как правило, в обертатный период, период полового созревания. И вот в эти моменты уже у ребенка могут возникать эмоциональные качели. И вот здесь уже родители, которые не смогли принять его таким, какой он есть, с его жизненной историей, а история у каждого своя, и, как правило, довольно непростая. Здесь уже возникают сложности во взаимоотношениях. С июля прошлого года все родители, желающие взять ребенка из детского дома, должны проходить обучение в школе приемных родителей. Они есть при каждом детском доме и в фонде АНАУИ. Каждый год в семьи забирают по стране около тысячи детей. Чаще всего хотят малышей. Меж тем, по словам психологов, 80% детей в детдомах – подростки. И каждый из них годами ждет своих родителей. Большинство так и не дожидается. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5 канал.